ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Хозяев угнанных автомобилей могут освободить от транспортного налога. Законодатели призадумались, а ведь несправедливо оплачивать налог, если машиной не пользуешься ни по своей воле. Ожидается, что соответствующая обязанность будет сниматься с гражданина в момент подачи в полицию заявление об угоне. Полиция должна самостоятельно передать сведения в налоговую. Возобновит оплату собственник после того, как авто ему вернут. Хотя это бывает далеко не всегда. ТРАССА 101 Госдума рассмотрит одобренную правительством инициативу об увеличении с 5 тысяч до 20 тысяч рублей штрафа за неоплаченный проезд в системе Платон. Предполагается, что взимать штрафы будет не госавтоинспекция, а Ространснадзор. Кроме того, до 6 месяцев может быть продлен срок давности привлечения к административной ответственности владельцев и водителей большегрузов. Сейчас он составляет 2 месяца. ТРАССА 101 МВД подкорректирует процедуру сдачи практического экзамена на права. Во-первых, автоинспектор на автодроме сможет просить помощи в фиксации ошибок экзаменуемого у сотрудников обучающей организации. Во-вторых, если площадка покрыта снегом, границы фигур должны быть обозначены конусами или стойками. Для будущих мотоциклистов обязательным станет упражнение скоростное маневрирование. Если претендент на право категории А где-то забудет включить указатель поворота, то это не будет считаться нарушением. Новшества, сообщает Колеса.ру, начнут действовать с середины октября. ТРАССА 101 Появился очередной рейтинг стран по развитости дорожной инфраструктуры. Россия заняла в нем 114 место из 137. Такой же показатель у Казахстана и Бенина. Впереди нас, к примеру, Албания, Монголия и Таджикистан. Лидеры списка – Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. Лэнд Ровер запустил в России продажи кроссовера Рэндж Ровер Вилар. В модельном ряду компании он находится между Рэндж Ровер Спорт и Эвок. Начальная стоимость новинки – почти 4 миллиона рублей. Топовая версия обойдется минимум в 7 с лишним миллионов. Машина оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 250 лошадиных сил либо 380-сильным трехлитровым агрегатом, тоже работающим на бензине. Есть еще дизели на 180, 240 или 300 лошадей. Трансмиссия во всех комплектациях – восьмиступенчатый автомат. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Яхакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.